Ваша честь, он человек взрослый, я как бы не в праве решать за него. Он сказал, что его нет в Казани и на суд он сегодня явиться не сможет. Причин мне, к сожалению, не есть. Мне рассказать, как все было с моей стороны? Я ехала на работу. Там, где поворот в наш двор, автоматические ворота. Дорогу мне перебородила газель. Я подошла к ней, пришлось с ним выйти из машины и видела, что уже скопилось какое-то количество машин. Первая машина стояла, Мерседес, без номеров. Я подошла и спросила, почему они тут стоят? Может быть, они просто остановились приборковаться, либо же хотят уехать или хотят заехать в отбор. Он сказал, что меня просто не пропускают, мне нужно в отбор. Я позвонила охраннику, просила его ускориться, открыть ворота, чтобы поскорее пропустили. Тут машина уже сигналит. Ну, в общем, охранник, видимо, что-то замешкался. Это был момент разговора с охранником. В этот момент звук, по стеклу, раздается удар, доносятся крики. Нецензурная брань, чего-то тут стало, проезжай. А что я стала ему объяснять, что я здесь работаю. Я не уеду, я здесь работаю. Сейчас газель проедет. Газель уже начала проезжать, уже ворота открывались. На что он начал меня оскорблять, отходя от машины. Он меня оскорблял, я открыла дверь и сказала ему, что ты сказал. Вот, собственно, что явилось поводом для того, чтобы подойти, меня ударить и продолжать оскорблять в том же духе. Я открыла дверь второй раз, не знаю, как бы это сделала. Видимо, чувство страха меня покинуло в тот момент. И я сказала, после того, как он меня уже ударил несколько раз, я сказала, что ты творишь? И он решил вернуться вновь. 12 апреля 2019 года примерно в 13-м году по адресу Казань-Сержинского, в том числе, в ходе возникшего конфликта, облухов на нос побои, долги к снижанию Викторовича. На момент осмотра у долги были обнаружены телесные повреждения в виде кровоподсёка левой лобно-теменной области головы. Данные телесные повреждения повредили за собой кратковременное расстройство здоровья или незначительность только его права в общественной способности. Поэтому расценивается как не причинившее вреда здоровью. Таким образом, действия по поводу усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.1.1 Кодекса административных правонарушений. Продолжение следует...